Сегодня мы поговорим о теории, после которой у вас полностью изменится мнение о новом клипе Айскрим. Недавно на канал было загружено видео 35 деталей, которые вы не заметили в клипе. Читая комментарии, я увидел теорию подписчика под ником Мегами. Согласно теории, все эти яркие места лишь галлюцинации или воображение девушек. Теория настолько интересная, что я решил поделиться ей с вами, ибо в комментариях это увидит не каждый. Начнём по порядку. Клип Айскрим имеет летнюю освежающую атмосферу, с очень яркими и приятными декорациями. Основные действия происходят вокруг мороженого, которого очень много в клипе. Не стоит забывать, что это всего лишь теория, и если вы хотите подправить что-то или добавить, то вы можете написать это в комментариях. Весь клип нам показан от лица главных героинь. Они видят всё розовым, сладким и ярким, а вокруг одни развлечения. Самый главный факт, который может подтвердить, что этот розовый мир лишь воображение, лежит в тексте песни, который имеет скрытый смысл. В песне есть строчки, в которых говорится «Возьми пакетик со сливками, если ты понимаешь, о чём я». У сливок есть несколько видов. В песне говорится о сухих, то есть порошковых сливках. Под ними имеется кое-что совсем другое и совсем плохое. Думаю, вы поняли, о чём идёт речь. Мы с вами договоримся и не будем использовать это слово. Вместо него будем говорить «сливки». Далее в песне есть ещё несколько моментов, когда нам будто намекают на сливки. Строчка в партии лисы. «Будь свеж, словно розы». Имеется в виду «возьми сливки», и у тебя будут приятные ощущения от них. Они подарят тебе чувство свежести. И, как известно, эти сливки оказывают воздействие на человека, после которого он видит всё по-другому. В клипе нам наглядно показано, какие девушки счастливые, а вокруг всё красиво и насыщенно. Играют в теннис, отдыхают на лежаках, лежат на машине, катаются на велосипедах по красочной улице с милыми домиками, играют с шариками, вспоминают детство и катаются на детских машинках, прыгают на батуте. А этот туннель, в котором очень быстро меняются яркие цвета, вообще выглядит трэшовым. Особенно после этой теории. Всё это похоже на реальность, но всё же это не так. Ведь не попробовав сливки, они бы не залезли на детские машинки, детские велосипеды и тем более не пошли бы на детский батут. В сольных локациях изображены места, в которых девушки мечтают побывать, но не могут. Или места, в которых они хотели бы проводить большинство своего времени просто отдыхая. Дженни хотела бы просто лежать. Она заинтересована космосом, поэтому он изображён на стенах. И ещё она любит животных. Джису расслабляется, когда находится в своём гараже, и когда занимается своей машиной. Селена, вероятно, тоже заинтересована в машинах. Но также, возможно, она одна из продавщиц мороженого. Розе проводит время с домашним питомцем. Лиса также любит домашних питомцев. Она на них очень помешанная. И все их любимые места дополнены ярким светом и красочными деталями. Ещё один факт, который указывает на «сливки», скрыт в первом куплете Селены, в котором говорится «Я, то есть она, всё исправлю. Потягивай, словно слёпи». Слёпи – это замороженный газированный напиток. Его пьют или втягивают через трубочку. Как известно, сливки также втягивают через трубочки. Припев песни звучит как «Кайфуй, еди мороженое, кайфуй с мороженым». А в партии Лисы есть строчка «Кайфуем, словно злодеи». Основное значение песни – это расслабляться, отдыхать, кайфовать. Возможно, клип можно было воспринимать просто как яркий, милый клип. Но текст песни меняет всё восприятие клипа. Кто же дал эти сливки девушкам? Или почему они начали их принимать? Есть несколько вариантов. Первый – они купили их в кургончике у Селены. После какого-то события, из-за которого они были подавлены. Второй – им их подсунули. Как известно, до этого девушки пели о любви и о парнях. Возможно, и в этот раз парень как-то замешан в происходящем. Например, возможно такое, что плохой, очень плохой парень познакомил девушек со сливками. Сделал он это для достижения очень плохих целей, которые скрыты в песне. Есть такие строчки. «Выгляжу достаточно хорошо и сладко, чтобы быть готовой для поедания». Имеется в виду, что после сливок они могут с лёгкостью отдастся этому парню. Строчка «Малыш, ты заслуживаешь угощения» имеет похожий смысл. Говорится о том, что им совсем скрутило голову. И они без каких-либо уговоров готовы провести с тем парнем время. Следующие строчки будто имеют совсем не очень хороший смысл. «Я сладка для тебя, посади меня в вафельный рожок. Возьми, поверни, зачерпни. Делай это так, о да, о да. Делай так, как нравится. Люби, облизывай. Делай это так, о да, о да». И ведь в тексте говорится полная правда. После так называемых «сливок» люди полностью меняются и не понимают, что делают. А делают в процессе много вещей, о которых и не задумывались на свежую голову. Каков итог? Это большой урок, который учит думать головой, быть осторожными и следить за тем, что пьете и с кем пьете. Таким образом, теория получается очень пояснительной для молодого поколения. На самом деле, я не думал и никогда не хотел делать ролик на подобную тему. Но раз появилась вероятность, что клип и смысл песни может иметь такое значение, то почему бы не разобрать и не сделать на эту тему ролик? Резюмируя, всегда думайте о последствиях, принимайте правильные решения и не идите на поводу людей с плохими мыслями. И ещё что важно, умейте говорить «нет». Так как вы досмотрели ролик до конца, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Также напоминаю, что на канале есть много других теорий и интересных роликов. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok